После шоу романа Фада Миша действительно поверил, что домовой существует. Он от души разбросал печенье по квартире. Но это же домовой в семье полиции Мака. Его, как и хозяина, одним печеньем не возьмёшь. Миша звонит другу Григорию Заславскому, который точно знает, как вернуть деньги в дом. Григорий Заславский, театральный критик и человек-справочник. Знает ответ на любой вопрос. В его присутствии Анатолий Вассерман нервно сверяет свои знания с энциклопедии. Алло, Гриш. Миш, привет. Привет, извини, что отвлекаю. Мне срочно нужны деньги. Долг? Не, в толк не надо. Просто скажи, какое место нам надо посетить с Ларой, чтобы деньги вернулись в дом? Таких мест в России много, про некоторые из них я готов тебе рассказать. Москва. Фонтан. Времена года на Манежной площади. Кунин-Манежный. Причём здесь не важно, на какую именно из них сесть. Можно на правую, можно на левую, можно на одну из тех, которые в центре. Это, конечно, такой мужской вариант, потому что не каждая девушка так вот отважится сесть на лошадь, забраться на неё. И вот дальше забираешься на лошадь и шёпотом, наклоняясь к уху, произносишь ту сумму, которая тебе в данный момент нужна, гладишь её по гриве и после этого можно уже слезать. Для самых дерзких и смелых есть ещё вариант, когда нужно обойти по колено в воде по всему фонтану. Ты должна нырнуть в фонтан на Манежной. Не, ну нырять не надо, но хотя бы руку намочить, он говорит. Куда более крупные. Вот то, что касается коней на Манежной площади. Ещё одно небезызвестное и не менее денежное место – это нулевой километр в самом центре Москвы, непосредственной близости от Красной площади. Исполняет он любые желания, но особенно те, которые связаны как раз с денежными просьбами. Нужно встать в самый центр этой самой площадки и, загадав требуемую сумму, бросить монетку или через голову, или через левое плечо. Кидаем монетку через плечо на нулевом километре на Красной площади. А можно ещё и встать чуть-чуть в сторону и постараться попасть своей монеткой в самый центр площадки. Силу этого места связывают с расположенной поблизости Иверской часовней. Так что, Миш, можешь не сомневаться, все твои денежные просьбы, здесь загаданные, обязательно исполнятся. Из Москвы переносимся в Санкт-Петербург, где людям тоже нужны деньги, ну и поэтому сложились свои традиции. Самое денежное место в Санкт-Петербурге или одно из самых денежных – это Атланты у Эрмитажа. Тот, который исполняет денежные просьбы, это второй со стороны Марсового поля. Нужно подойти к нему, подержаться за большой палец левой ноги и объявить сумму, которая тебе в этот момент нужна. Обычно просьба исполняется в течение недели, но если нет, то нет. Еще одно место в Санкт-Петербурге – это памятник Чижику-Пыжику. Один из самых молодых исполнителей денежных желаний. Памятник ему установлен у самой воды неподалеку от Михайловского замка за парапетом гранитной набережной. Причем принято считать, что денежные желания исполняются, если монетка, брошенная к памятнику, останется лежать у основания бронзовой статуэтки. Причем наиболее рьяные желающие пытаются вместе с брошенной монеткой унести из самого Чижика. Но создатели монумента пытаются убедить этих самых хулиганов в том, что если они унесут Чижика-Пыжика, то не только новые деньги не появятся, но и те, что были, и те исчезнут. Ты знаешь, где в Питере Чижик-Пыжик? Да, отлично. Конечно, такие места есть почти в каждом российском городе с своими ритуалами. Я тебе рассказывал сегодня только про Москву и Питер. Так что, если какие вопросы будут, звони, всегда готов помочь. Пока. Гриш, спасибо тебе большое. После твоих советов я уверен, что деньги у нас в доме появятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.